В эфире актуальное интервью. В студии работает Алексей Соколов и гость в нашей студии сегодня председатель правительства республики Саха-Якутия Евгений Чекин. Евгений Алексеевич, здравствуйте. Добрый день. Якутия с хорошими показателями завершает уходящий 2017 год. Так мы вошли в топ-тройку регионов по выполнению майских указов Путина. Стали победителем рейтинга социально-экономического развития регионов по итогам 2016 года. Кроме того, возглавили рейтинг агентства развития человеческого капитала. Ну и взошли на так называемый проектный Олимп. Благодаря какой работе удалось заканчивать год таким образом? Действительно, в республике просто выстроена социально ориентированная система государственного управления. У нас и государственная программа имеет социальный характер, и бюджет в целом фактически социально ориентированный. Плюс республика всегда отличалась инициативностью по всем ключевым вопросам, которые могут иметь положительное влияние на повышение уровня качества жизни населения. Здесь действительно это внешняя оценка деятельности главы и правительства. В целом мы действительно зашли в топ-3 по исполнению майских указов. На текущий год мы исполняем 37 из 44 показателей в полном объеме. Это порядка 84% исполнения. Мы зашли в топ-10 по темпу привлечения инвестиций. Это тоже на днях было отмечено главой государства. Мы действительно взяли третье место по организации проектного офиса. Это серьезная конкурсная процедура наряду с теми субъектами Российской Федерации, которые уже несколько лет, кто-то почти 10 лет внедряют проектное управление. И мы, начав проектное управление фактически в этом году, уже смогли показать высокую результативность. Сейчас хотелось бы коснуться темы, так скажем, наболевшей. То есть строительство моста через реку Лена. Насколько я понимаю, правительством Российской Федерации удалось все-таки вам с коллегами добиться того, чтобы строительство моста включили в госпрограмму развития транспорта в стране. И также, буквально в этом месяце, правительством Дмитрий Анатольевич Медведев дал поручение, чтобы по ремонту и реконструкцию аэропортов на территории нашей республики. Здесь, если не трудно, расскажите более детально, какая работа была проведена. Транспортное направление, транспортная обеспеченность – это одно из главных направлений, которому правительство уделяет внимание по строительству моста через реку Лена в районе города Якутска. На текущий момент мы получили фактически все поручения, в том числе и Дмитрия Анатольевича Медведева по необходимости включения этого объекта в очередной бюджетный цикл, в очередную программу государственную развития транспортной системы. Это действительно так, но работа на самом деле не остановится, пока этот объект действительно в этой государственной программе не появится. Поэтому предстоит сделать достаточно много еще. Плюс мы, опять же, по поручению Российской Федерации уже проработали вопрос возможности строительства данного объекта на конституционной основе с привлечением частного инвестора. Я думаю, что многие знают, слышали о том, что мы уже получили индикативное предложение от такой достаточно известной китайской компании PowerChina. Причем в осенний визит в Китай мы получили заверение еще от одной крупнейшей китайской компании о подготовке такого же индикативного предложения до апреля будущего года. Это компания CRCC, крупнейшая железнодорожная строительная компания. Решение на конкурсной основе будет приниматься? Здесь это будет решение, скорее всего, на конкурсной основе, потому что мы пока не видим возможности прямого бюджетного федерального финансирования строительства этого объекта. Поэтому с точки зрения снижения по годовой нагрузке на федеральный бюджет, скорее всего, будет принято решение. О каких-то сроках можем сейчас говорить или пока все-таки рано? Для нас цель это, конечно, 22-й год, и мы рассчитываем, что к этому объекту мы должны приступить вплотную, начиная с 2020 года. Говоря как раз-таки о транспортной инфраструктуре, Владимир Путин дал поручение о том, чтобы к 1 марта был решен вопрос пусковым комплексом Томот-Нижний Бестях. Что делаете? На текущий момент это поручение действительно было в адрес правительства Российской Федерации и Республики. Российской Федерации, в свою очередь, уже Росжилдором было подписано мировое соглашение с Транстроем, это текущим подрядчиком, о расторжении контракта. То есть на текущий момент все юридические меры, необходимые для того, чтобы выбрать нового подрядчика для завершения этой работы, уже есть. В ближайшее время должна пройти государственная экспертиза по доведению этого объекта до пусковой готовности. И на основе этой проектной смертной документации будет выбран подрядчик и завершена работа по вводу этого объекта. Стоимость порядка 2 миллиардов, эти деньги, 1,9 миллиарда есть в федеральном бюджете на 2018 год. Успеем в сроки вложиться? Я думаю, что да. Возвращаясь к теме государственно-частного партнерства, вы озвучили, что Китай заинтересован, китайские компании заинтересованы вложением в наши проекты. Могли бы сейчас озвучить примеры какие-то, как раз в рамках ГЧП, реализованные уже на территории нашей республики, успешные примеры? На текущий момент программа ГЧП, которая была принята, полпроектов составляет 18 соглашений. Общий объем частных инвестиций и инвестиций в объекты составляет порядка 13 миллиардов. Это данные текущего года? Это те соглашения, которые подписаны, которые реализуются. Причем с точки зрения положительного эффекта он уже есть. 7 объектов, 7 детских садов сданы в этом году. Это более 1000 детских мест в дошкольных учреждениях. Мы со своей стороны и правительство, и я лично ездил на открытие одного из объектов. И действительно мы видим тот отклик у людей и у администрации по появлению этого объекта. Потому что это действительно хорошие детские сады, красочные, оборудованные детскими площадками. Поэтому на текущий момент можно говорить о том, что этот проект, несмотря на то, что он у нас был не только первый, но и такой масштабный. И по количеству, и по объему инвестиций он достаточно успешно продвигается. Егор Афанасьевич всегда говорит о том, что бюджет нашей республики, он такой социально ориентированный. Сейчас хотелось бы понять, какие средства будут предусмотрены на ближайшую трехлетку, на зарплату бюджетникам, на какие-то другие социальные выплаты. В этом году на повышение заработной платы у нас было предусмотрено и уже направлено всем категориям, которые имели право на повышение. Это порядка 2,9 миллиарда рублей. Это в первую очередь медицина? Это медицинное образование, те категории, которые по майским указам должны были соответствующие надбавки получить. На текущий момент мы можем говорить о том, что все эти работники такое повышение получили. Бюджет полностью рассчитался. На следующий год мы предусмотрели, зарезервировали на повышение заработных плат не только этим категориям граждан, но и иным в размере 4%. В целом это составило порядка 8 миллиардов 900 миллионов рублей. Это только то, что касается бюджетников. Кроме того, мы сейчас видим и понимаем, что с учетом пересмотра подходов по минимальной зарплате у нас необходимо будет предусмотреть еще порядка 2-2,5 миллиардов рублей. У нас достаточно много направлений, связанных с социальной поддержкой, которые тоже находят отражение в бюджете. Это и многодетные семьи, и семьи, родившие первого ребенка. Это большая нагрузка на бюджет идет по капитальному строительству в отношении социальной защиты людей. Это касается и детей-сирот, это касается обеспечения инфраструктурой многодетных семей. То есть можно абсолютно уверенно говорить о том, что бюджет у нас действительно социально ориентированный. Говоря о годе следующем, 2018 объявлен годом содействия занятости. Что планируете в рамках тех мероприятий, которые предусмотрены? На текущий момент концептуально уже сформирован тот комплекс мероприятий, который мы будем реализовывать. Это семь ключевых направлений. Действительно, занятость – это серьезный вопрос у нас, и не только в городе, но и прежде всего на селе. Поэтому эти направления будут охватывать и, с одной стороны, социально незащищенные слои. С точки зрения занятости – это наш север, Арктика, это отдельное село, это безработные и оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Поэтому направления по созданию рабочих мест и по получению возможности трудоустроиться у нас с этих направлений достаточно много. Это связано и с возможностью трудовой миграции внутри республики, это связано с подготовкой и переподготовкой кадров с точки зрения получения новых специальностей в укороченном подготовительном цикле. Это порядка четырех месяцев. Это и трудоустройство молодежи, это и трудоустройство на промышленные предприятия, в том числе и на вахте. Это и обеспечение общественными работами в формате временной занятости. Поэтому направлений достаточно много, и мы так предполагаем, вернее, ставим себе задачу по снижению общей безработицы. Порядка на 0,2% до 0,7% хотим этот вопрос довести. Плюс с точки зрения развития промышленности, все равно это основной драйвер развития, мы до 2020 года рассчитываем создать порядка и трудоустроить порядка 10 тысяч рабочих мест, где не менее тысячи человек, мы предполагаем, что это будут наши сограждане из сельской местности, порядка 5 тысяч. Это места, на которые мы рассчитываем, что придет наша молодежь, поэтому направлений много. Но это речь в большей степени идет про те проекты, реализация которых предусмотрена на юге Якутии, правильно понимаю? Здесь, с одной стороны, это действительно южные промышленные районы, потому что они генерируют эти рабочие места. Но кроме того, мы рассматриваем возможности и формируем эти инструменты для и самозанятости, и для создания новых производств. Все вы слышали поручения и указ главы о создании фонда развития местного производства. В следующем году мы его создадим, и поэтому это будет еще одним инструментом для создания нового бизнеса. В Якутии уже сегодня работают два тора и, собственно, динамично развиваются. Что еще, по вашему мнению, необходимо для того, чтобы поддержать предпринимателей и резидентов? Все инструменты, на самом деле, уже созданы, и резиденты действительно ими активно пользуются. Это, прежде всего, конечно, Тассер Кангаласа, который ориентирован на малый и средний бизнес в Центральной Якутии. Потому что Тассер Южной Якутии, он, конечно, в большей степени ориентирован и связан с деятельностью ключевого резидента, это компания «Эколмар». Год был объявлен годом экологии, ну и много в этом году говорили о так называемом законе о мамонтовой фауне. Вот с каким в итоге работа здесь можно подвести? Это непростой вопрос, он длится уже несколько лет, но за этот год, я считаю, что мы достаточно серьезно продвинулись. Во-первых, мы формировали и провели несколько коммуникационных площадок, где фактически все желающие представители этого сектора бизнеса имели возможность доводить свои позиции и, соответственно, принять участие в формировании концепции развития сбора, переработки мамонтовой фауны. На текущий момент такой драфт концепции сформирован, но большую уверенность нам придает то, что, на самом деле, к этому вопросу подключились и федералы, в частности, агенция привлечения инвестиций на текущий момент, формирует свои предложения по разработке данной концепции. Мы проводили переговоры, в том числе и с Российской федеральной биржей, которая готова организовать торговую площадку у нас здесь, в Якутске. Это, я считаю, абсолютно необходимо для того, чтобы сформировать действительно рынок данного вида сырья. То есть такое узкое горлышко, мимо которого ни китайские перекупщики, ни какие-то другие не перейдут. И чтобы наши добывающие компании, добытчики имели возможность все равноправно предоставлять и выставлять на аукционные торги тот сырьевой материал, который добудут. Тем самым мы убираем, скажем так, лишнее колено. Убираем, даем возможность именно прозрачному формированию рыночной цены. Тем самым мы рассчитываем, что в среднем цена на это сырье поднимется для наших добытчиков. Для основных переработчиков, это в основном, конечно, китайские, она снизится. Потому что по той информации, которую мы уже просмотрели, цена нашего сырья в Китае поднимается в разы до конечного потребителя. Нам нужно и важно состыковать в одном колене наших первичных добытчиков и китайских переработчиков. Но мы можем сейчас говорить о том, как выиграет бюджет, когда этот бизнес будет выведен из тени? То есть какие-то цифры? Здесь важна как раз подключенность федеральных институтов. Она важна как раз с точки зрения того, с чего вы начинали. Это закон о недрах. Потому что для того, чтобы это в полной мере легализовать, эти поправки в закон должны быть внесены. Потому что на текущий момент понятие коммерческое сырье, мамонта-фаунное, оно вообще отсутствует. И поэтому имеет определенные ограничения данный рынок. Присутствие здесь федеральных институтов, я думаю, нам поможет укрепить позицию республики и предложение республики для того, чтобы они имели уже реальное воплощение на уровне федерального законодательства. В Якутии создается так называемая северо-якутская опорная зона. Какой вы видите там объем инвестиций? Какие компании будут заточены под этот проект? Концепцию северо-якутской опорной зоны мы трактуем достаточно расширенно. Потому что мы считаем, что действительно на базе портового хозяйства Тикси мы должны логистически привязать те проекты, которые у нас планируется реализовать в арктических регионах. Это и разработка, ну прежде всего, конечно, это добыча. Это и добыча на месторождение Тамтор, редкоземельные металлы. Это и Устьянский район добычи олова и золота. Это Западно-Анабарский участок нефтегазоносный. Ну и много на самом деле других проектов, под которых уже есть компании, либо инвесторы, либо ведутся геолого-разведочные работы. По этому перспективу мы в этом смысле видим. Кроме того, в северо-якутскую опорную зону мы включили и Жатайский судоремонтный завод, что немаловажно, потому что, собственно, северная логистика в большей мере, с точки зрения экономики, она связана с судоходством. И Жатайский завод будет единственным и ключевым заводом, который будет строить новые суда. Потребность в них, я думаю, что всем понятна, она очень высока с учетом износа, во-первых, тех судов, которые у нас на текущий момент есть, с одной стороны. И, с другой стороны, с точки зрения выполнения новых экологических тех регламентов в отношении судов. Вот, возвращаясь к вашему первому вопросу в части проектного управления, все-таки хотелось бы более детально и понять, какие проекты вы считаете наиболее успешными, которые были реализованы в рамках проектного управления? Ну и какие проекты мы увидим в 2018 году? Значит, 2017 год, с учетом того, что мы фактически стартовали, мы пошли по пути широкого внедрения проектного управления. Не все регионы так идут, но на самом деле на текущий момент и на федеральном уровне признано, что именно в таком ключе двигаться и необходимо. Со своей стороны мы сформировали семь пилотных проектов в 2017 году, специально сделав таким образом, чтобы их реализация, опять же, укладывалась в этот год. На текущий момент мы отрабатываем, с одной стороны, технологии проектного управления применительно и приземленно к условиям республики, с одной стороны. С другой стороны, есть большая и теоретическая, и методологическая специфика работы в проектном управлении, и поэтому наша основная задача – это была включенность и государственных гражданских служащих, муниципальных служащих и бюджетных организаций, иногда коммерческих организаций в совместную реализацию этих проектов. Хорошим примером является Игорь Мончары. Несмотря на то, что мы этот проект взяли уже в достаточной степени реализации, но как раз наложив своевременно модель проектного управления, руководители проекта увидели сразу же все те проблемы, перспективные проблемы, которые, соответственно, связаны с проведением этого мероприятия и имели возможность уже своевременно среагировать и принять эти меры. Руководитель проекта работает не над тем, что было, и получает отчеты о том, что сделали. Он смотрит только вперед и выявляет те проблемы, которые могут помешать достижению этого результата. Это принципиально другой подход. Все ли члены Кабмина понимают суть этого самого конечного результата? И все-таки вы тесно работаете с госсобранием ЛТУМЭНы. Есть ли поддержка со стороны депутатского корпуса? Со стороны депутатского корпуса точно интерес есть. В прямом смысле они в проектном управлении не задействованы, потому что это прерогатив исполнительной власти. С точки зрения Кабинета министров и вообще государственной службы в целом, это понимание мы сейчас активно продвигаем, потому что просто почитав материал в течение вечера, скажем так, этот вопрос точно не познаешь и на практике применять в полной мере не сможешь. Это только для этого необходима и теоретическая подготовка, и практическое использование. Поэтому, обкатав пилотные проекты в этом году, мы на их базе формируем бизнес-кейсы для подготовки уже будущих, ну, последующих слушателей, чтобы наши служащие, проходя обучение не на каких-то западных примерах или где-то там далеко на западе, на примере наших и положительных, и отрицательных, собственно, моментов могли воочию видеть, как это работает и как с этим работать. То есть, проба проходит здесь на месте у себя? Да, это наша принципиальная позиция, потому что обучиться должны все, всех в Москву или куда-то не вывезешь, и поэтому мы Центр компетенции обучения формируем на базе Высшей школы инновационного менеджмента здесь, в Республике. И основываем это обучение не только на общей теории, но и на республиканской уже практике. Спасибо большое, Евгений Алексеевич, что в предновогодние дни нашли время и ответили на наши вопросы. Спасибо. Но я еще раз напомню, что гость в студии актуального интервью был председатель правительства Республики Саха-Якутия Евгений Чекин. Удачи вам. Редактор субтитров А.Семкин